Знаю всех, там дом, в театре юбилей! Погружение в театральную атмосферу уже на входе. Артисты Владимирского театра встречают своих зрителей прямо у дверей. Такого еще не было. Это подарок театралам в юбилейный год. Зазывал и будут работать в течение всего года в дни премьерных спектаклей. Начали с «Леди Магвит», пожалуй, с самой громкой премьеры за последнее время. В зале «Аншлаг». Интерес к постановке колоссальный. Впервые за долгое время в театре вновь создали спектакль без лишних слов. Никаких диалогов между героями. Лишь пару раз главная героиня позволит себе выкрикнуть имя возлюбленного. Главная тема произведения – роковая любовь, описать которую порой словами невозможно. Постановку на языке тела создал балетмейстер-постановщик из Санкт-Петербурга Мария Большакова. Для нее тяжелее всего шла работа над сценами убийства. Во имя своего будущего возлюбленные решаются на три преступления. И каждое необходимо было обыграть так, чтобы не испугать зрителя, но при этом донести весь ужас происходящего. «У нас не было цели сделать триллер. Поэтому в силу того, что все эти убийства, их три, они в рамках номера существуют, в этом есть определенная условность, да, условность. Все равно я как бы даю посыл зрителю, что это направлено на убийство. И рассказываю каким-то аллегорическим языком». В этом спектакле вводили одновременно сразу два состава главных героев. Первая пара – Анна Зайцева и Александра Ладышев выступили на премьере. Исполнительница роли Екатерина Измайлова признается, сцены любви для нее, как для актрисы, стали настоящим испытанием. Прежде всего, тяжело было не перешагнуть на сцене ту самую грань между искусством и пошлостью. «Я очень боялась с ним работать, с Сашей Ладышевым, потому что это первая работа, я очень долго сопротивлялась и не поддавалась. И, знаете, вот это вот, когда чужой мужчина, что он чужой, а сцены есть откровенные, ну там нельзя его, нужно полюбить, а я не могу, как я полюблю Сашу. Вот это вот включалась голова Анны Зайцева и Александра Ладышев». «Начали понимать друг друга, и работа шла гораздо быстрее и интереснее. То есть не то, что режиссер нам говорил, нужно сделать вот именно так, да, он нам давал направление, в данном случае Мария Анатольевна, да, она нам давала направление, и мы уже как-то вместе, исходя из собственной индивидуальности, можно так сказать, как-то это искали». Вторая пара главных героев – Анна Лузгина и Виктор Матозлевский. И они играют в спектакли «Сегодня». По словам режиссера, составы друг на друга не похожи. Разная пластика, чувство ритма, техника. В итоге, введя две пары главных героев, получились совершенно два разных спектакля. «Леди Магмит» Луценского уезда в этом театральном сезоне повторят еще несколько раз – в конце марта и в апреле. Ирина Шульга, Артем Карпов, телеканал «Вариант».